Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Юлия. У меня эмоциональное выгорание. Лично я слышала это десятки раз от своих знакомых. Так вот, у меня вопрос. Какие наши установки доводят нас до такого состояния? Вы очень верно подметили по поводу установок. Есть определенные теоретипные стереотипы, которые мешают нам для комфортной жизни. И эти стереотипы, эти установки, они имеют две такие, скажем, стороны. Первая сторона – они могут мотивировать, а вторая сторона – они могут доводить нас до этого самого эмоционального выгорания. Расскажите о них подробнее. Первая установка – это установка о том, что работа не должна приносить удовольствие, что на работе мы работаем, и это должно быть таким каторжным трудом. И отдыхать мы можем себе позволить только на выходных. Но на самом деле уже сейчас это не актуально по той причине, что есть превеликое количество возможностей для человека найти тот вид деятельности, при котором он будет получать удовольствие. И не всегда есть необходимость учиться и страдать на работе, который вам уже просто, говорит, который тошнит. Не забывайте то, что на работе мы-то проводим процентов 30-40 своего свободного времени. Очень жалко, мне кажется, тратить такой процент, часть своей жизни на то, что вы не любите делать. Да, есть такие ситуации, когда необходимо заниматься видом деятельности, каким-то трудом, который, может быть, вам не нравится в моменте. Но это не говорит о том, что надо на этом останавливаться и не искать то, что вам в радость. Также одна из установок, ну, прям уже избита она классическим тайм-менеджментом, это каждая минута должна быть эффективна. Здесь большие риски в том, что если мы будем жить по такому принципу, выгорание наступит скоро. Я замечаю такую картину, что по этому принципу действуют очень многие родители, когда каждую минуту ребенка расписывают, ну, вообще, то есть, занят он по край. Я говорю про крайность сейчас, про то, что надо, должен быть отдых, и можно поваляться, не знаю, в кровати какое-то время, да, и ничего страшного от этого нету. И если вы едете где-то в автобусе, в метро или в машине, и в этот момент не читаете ничего в этом, нет страшного, чуть снизьте вот эти требования к себе, что каждая минута должна быть у вас эффективной, продуктивной, потому что вкус деятельности упадет. И еще есть такой момент, что когда мы, наоборот, бездельничаем, в этот момент формируются определенные креативные мысли. То есть секрет в том, чтобы найти дело, которое нам нравится, ну, и позволять селениться. Да, все так. Секрет просто, на самом деле, оказывается. Благодарю, Ольга. Благодарю, Юля. Благодарю.